всем привет сегодня хотел бы рассказать о мобильном приложении для видеорегистратора от компании dd pay это модель mini 5 но фишка в том что здесь держатель выполнен сразу же с 4g связью можно установить сим-карту это новый держатель от компании раньше это был просто обычный пластиковый на двухстороннем скотче сейчас это уже обновленная модель устанавливаем сим-карту пользуемся удаленно просматриваем где наш автомобиль можно за ним следить проверять его движение так что функционал прям грандиозный я бы сказал сейчас я покажу по самому мобильному приложению как это можно будет у нас сделать так ну что сейчас у меня подключены именно к самому самому видеорегистратору здесь у меня указано то что это удаленный онлайн как видите сетевое устройство работает нормально мобильный телефон не подключен к точке доступа вай фай потому как у меня в автомобиле далеко находится так что мы можем в дальнейшем когда я сяду в автомобиле мы сможем посмотреть настройки видеорегистратора на удаленно к сожалению не даст видите если я захожу то что этот самый видеорегистратор не подключен но здесь есть пушу изменения устройства при каком-то ударе к примеру автомобиль у меня выходит за точку слежения мне приходит уведомление можно посмотреть так что также об оборудовании ну и проверка даже новой версии нету история наблюдений так что нам здесь видно для того чтобы посмотреть где наш автомобиль заходим просматриваете автомобиль удаленно здесь у нас показано где автомобиль автомобиль стоит на месте но показано что в движении потому что заведем двигатель и в любой момент можем поехать если будет на парковке то вот автомобиль на парковке писаться ну собственно можно увеличить посмотреть где это все будет google карты хорошо работают все это можно отследить забор под напряжением фишка в чем мы можем настроить наш автомобиль подписать его имя тип уведомления уведомлять при выходе из зоны либо уведомлять вход в зону фишка в чем опять же мы можем к примеру если у нас автомобиль подъезжает к дому придет уведомление если у нас автомобиль стоит на парковке и он случайно без вашего ведома покидает парковку то вам опять же на смартфон придет уведомление ну и также можно поставить радиус забора перевод немножко такой вот радиус забора это зона отслеживания пример 2 километра я указываю если за территорию 2 километра уходит у нас автомобиль нам придет уведомление также есть главная зона ну и пункт обслуживания автомобилей к примеру пунктов обслуживания автомобилей мы можем поставить там где у нас автомобиль паркуется и на мне это сам не мешает настройки устройства я говорю что сейчас чуть попозже покажу и облачное хранилище сюда приходят все уведомления если что-то происходит в данный момент как видите уведомлений нету выделяется всего 2 гигабайта памяти в любой момент можно будет зайти посмотреть какие-то изменения уведомления это будут если у нас к примеру год произойдет удар по автомобилю произойдет какой-то удар и это действие запишется на саму камеру сохранится но в облачном хранилище не на самом видеорегистраторе собственно видеорегистратор могут своровать если вот успеет видеорегистратор отослать эти данные то они у нас отобразятся уже в облачном хранилище мы сможем хотя бы по геолокации найти где у нас был последний раз фиксировался видеорегистратор вот собственно так так это я вам показывал сейчас я переподключусь на сам переподключусь на сам видеорегистратор чтобы можно было посмотреть что у нас какие настройки присутствуют для этого нам надо будет подойти к автомобилю включить вай-фай создастся подключение это может занять некоторое время вай-фай у нас подключился и это настройки камеры как видите да ранее здесь показываю удаленно сейчас здесь связано устройство находится в обычном режиме работы и телефон подключен к точке доступа вай-фай что мы можем посмотреть где мы находимся значит у нас здесь есть в режиме реального времени можем отключить собственно настройки визы адаса настраиваются в самом приложении здесь мы можем включить отображение различных спидометров скорости движения направление можно также включить трек где мы будем двигаться и дополнительные данные вывести на экран и по нему отслеживать уже по этим красненькие точки которые в режиме реального времени у нас здесь отображаются это чрезвычайная ситуация к примеру произошло произошел удар здесь это можно все отследить можно это все вот посмотреть в треке где мы были и опять же сделать скриншот либо запись какую-то опять же можем сделать фото и можем загрузить данный данное фото либо видео на смартфон чтобы в дальнейшем уже его использовать вот опять же как я говорю чрезвычайная ситуация два раза было у нас срабатывание камеры ну я это как бы сделал вручную ударил по самой камере ну собственно если будет удар по машине спереди машины то будет фото запись здесь у меня настроено на видео можно будет посмотреть так настройки устройства данный момент видите у нас видео у нас связан значит загрузка фото в облачное пространство срочный видеотолчок это 10 секунд и фото как я вам говорю уже выше можно посмотреть то что сеть работает нормально имея моей карточки ну и МТС РУС автоматическое подключение громкость динамика вот слышно голосовое уведомление работает но если чтобы оно вас не отвлекало не будет подсказка о включении питания фишка в чем видеорегистратор работает питание случайно пропало ну бывает такое что провод переломился предохранитель перегорел а видеорегистратор вам об этом подскажет голосом не просто потухнет к примеру светодиод а голосом скажет что отключение от питания просто по установке рекордера это как настроить АДАС здесь это есть ничего здесь сложного нету провести недолго так переворот экрана влево вправо если вы устанавливаете свой видеорегистратор к примеру на панели а не на лобовое стекло то можно перевернуть сам видеорегистратор и его вверх ногами записывать обычно в некоторых видеорегистраторах данной фишки нету так что у нас кодировка идет в H600 265 если мы убираем галочку будет просто H264 можно выбрать разрешение записи из трех вариантов это Full HD 2К либо 4К качество довольно очень хорошее на YouTube я выложил именно с 4К там можно будет увидеть также здесь есть запись микрофона микрофон запись идет отметка с датой показывается скорость движения продолжительность видео связана с фотографированием 10 секунд я вам это говорю можно чуть увеличить 20 30 и полностью пока идет длительная запись регулировка чувствительности к столкновениям во время движения можно выставить различные варианты и также при парковке от высокого до низкого либо вообще от нее избавиться так настройки парковки опять же как видите довольно большое количество настроек длительность мониторинга парковки 24 часа можно убрать только если у вас автомобиль под присмотром частенько и например с 11 чтобы подслеживать до с 11 на 6 часов это примерно до утра до 5 утра можно выставить 6 часов как видите здесь ограничение 15 час 6 и 24 не хватает конечно 12 часов ну я думаю что 24 поставить при запуске автомобиля парковка автоматически снимается так и имя рекордера пароль вай фай регистратора управления хранилищем регистратора показывают сколько занято памяти в самом видеорегистраторе видите можно отследить 229 мегабайт потом 4 300 это было после форматирования 29 гигабайт длительная поиска была и полтора гигабайта сегодня к примеру отснято вот так вот выглядит хранилище ну что о самом видеорегистраторе и мобильном приложении я рассказал это видеорегистратор DDP модель мини 5 с 4К разрешением с держателем под 4G удаленным управлением просмотром и различными настройками которые другим видеорегистраторам даже и не снились всем пока и 2 4 Продолжение следует...